Идея создания парков Захарова давно обсуждалась в администрации поселения. Роскошная природа, пруд, липовые аллеи позволяют сказать, парк есть, надо только его благоустроить и наполнить интересной жизнью. Но это кажется, по большому счету, работ немерено. Мы делали официальный проект, мы проходили экспертизу культурологическую, для того, чтобы эксперты нам могли сказать, что можно здесь делать, что нельзя можно сделать. И поэтому все работы, которые ведутся здесь, они ведутся с учетом очень большой исторической важности этого места. Была закончена дорожно-тропиночная сеть, составляет порядка 4,5 тысяч квадратных метров. То есть для нашего достаточно маленького поселения это большие работы и серьезные средства закладываются именно на проведение работ в парке. Неведомые тропинки, как называл их Пушкин, свяжут четыре главных зоны парка. Поляну сказок, детскую площадку с малой сцены, русскую деревню и спортивную зону. За небольшой срок, полтора года, в парке Захарова прошло 20 различных ярких мероприятий. У него появился свой голос. Идет радиотрансляция музыкальных, тематических программ, информация о событиях дня. С октября у нас проходят бесплатные фитнес-тренировки с опытным тренером. Опыт работы тренера более 10 лет. У нас сформировалась группа и зимой, и летом, и в дождь, и в снег. К нам приходят люди разных возрастов, разной физической подготовки. И занимаются в парке, на свежем воздухе. Пишем замечательные музыкальные сказки, которые я показываю в куклах, для того, чтобы наши дети, ну и дети наших детей, чувствовали, понимали, любили этот поэтический слог, это место. Кукольный театр Светланы Валентиновны никогда не пустует. Пока это единственное строение на территории парка. В масштабных планах, задумки огромные, были бы средства. Воплощать невероятные идеи в жизнь здесь умеют. Один пример. Балет «Лебединое озеро» на берегу Захаровского пруда. Не фантастика. 2015 год. Фестиваль стола. Мы хотим удивить гостей парка, сделать то, чего не было раньше. Это и выездной планетарий, и фотобудка с логотипом нашего парка, и выездной зоопарк, и театрализованное представление по сказкам Пушкина. А при входе будут стоять живые скульптуры, актеры в ролях Натальи Гончаровой и Александра Сергеевича Пушкина. Неожиданно оживать и приглашать гостей посетить нашу поляну сказок. На Пушкинский праздник своя программа. Пройдет немного времени, и на поляне сказок появится избушка бабы-яги, сундук кочей бессмертного и, конечно, зеленый дуб. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».